Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свой вопрос. Также пишите в WhatsApp 2306191. Не так давно в интернете, в том числе и в СМИ, обсуждалась такая громкая новость о том, что священник, российский священник Артемий Владимиров заявил о том, что он поговорил с Чарльзом Дарвином об эволюции, и тот раскаялся. Ну, как это сказано, тоже вопрос, наверное, интерпретации для каждого. Но на ваш взгляд, не происходит ли сейчас своего рода подмена понятий и не пытается ли религия в том числе вытеснить в какой-то степени здравый смысл? Как вы считаете? Ну, это более чем очевидно, что пытается давно и причем достаточно успешно. Она, в общем-то, это делала всегда, начиная с появления науки как явления природы, и всегда это было. Но сейчас возможности у нее стали больше, у религии, у церкви, и они пользуются моментом, лезут в школы, в науку, всем диктуют свое мнение, строятся, получают деньги, красота. Ну, чем больше денег, тем больше денег, это просто бизнес. Но наше дело, как ученых и преподавателей, ну, я преподаватель, с этим по возможности, ну, не то чтобы бороться, но пытаться вывести общество на какой-то адекватный уровень. Потому что, если мышление большинства людей будет сугубо религиозным, ну, здравствуйте, средние века. А если будет научным, то прогресс продолжится, и мы будем жить лучше, чем сейчас. Хотелось бы лучше. Но тем не менее, ведь многие ученые, действительно ученые, они верят в Бога, и это не мешает им оставаться учеными, которые используют доказательную науку. Вот как это совмещается? Да, действительно, многие ученые вполне себе верующие, но речь-то, строго говоря, не о религии в голове конкретного отдельно взятого человека, а о системе взглядов общества в целом. Потому что отдельно взятый человек может что угодно, там, мыслить, верить, не верить, это, в общем, дело не относится. А если большинство населения будет мыслить мистически, религиозно, суеверия какие-нибудь там расцветут, да, и будет решать все проблемы с помощью молебнов, крестных ходов, шаманских танцев с бубнами, заговоров, там, я не знаю, бросание соли через левое плечо, плевание через правое плечо, ну, вроде не положено, но тем не менее, то тогда наша цивилизация в нынешнем варианте закончится, и будет дикость. Вот, а наука, которая, ну, как бы настоящая наука, нормальная, да, система взглядов, когда человек мыслит рационально, то есть он пытается найти взаимосвязи между явлениями природы, делает из этого выводы и проверяет, работает ли это на практике, и, соответственно, улучшает жизнь, ну, и себя, и всех окружающих. Вот у ученого Дина Хаммера есть книга «Ген Бога» она называется, и вот, кажется, как вера закреплена в наших генах, такое название. А существует ли на самом деле этот ген, что это за религиозный ген такой, о котором пишут? Ну, это, естественно, некое утрирование, такое упрощение, то есть гена религии нету, чтобы там вот была мутация, да, и там один стал мега-религиозный, а другой там атеист. Такого, конечно, нет, но склонность верить во что-то и не проверять, она действительно нас заложена. Ну, только не одним геном, а там огромной кучей этих генов. Потому что первобытным людям было противопоказано все проверять. Ну, самый банальный пример, это не я давно придумал уже, всем истасканное, когда человек, допустим, идет по джунглям, и что-то в кустах начинает полосатенько шевелиться, он не должен проверять, тигр ли это или не тигр, и он должен быстренько поверить, что это, наверное, тигр, и убежать. И если старшие, да, и бородатые окружающие товарищи объясняют, что вот делай так, наверное, они объясняют правильно, потому что в их интересах, чтобы следующее поколение выжило. Иногда они заблуждаются, ошибаются, и, собственно, отсюда вырастает религия. Но тот, кто слушает, он должен поверить, что вот так надо зажигать огонь, так надо ловить антилопу, так надо выкапывать какие-то там корешки из земли, ну а так надо плясать танец дождя. И все это идет через запятую. Для такого простейшего мышления диковатого, ну а большинство людей во все времена оно такое было и продолжает таким быть, это работает, и небольшой процент чего-то такого, ну, ненастоящего, да, неадекватного, он не снижает приспособленности в целом. Вопрос, когда это зашкаливает. А вот если зашкаливает, то начинается ерунда. Ну, вы по своим убеждениям атеист, насколько нам известно, можно ли воспринимать ваш атеизм как отрицание Бога? Отрицать вообще что-то довольно странное, надо доказывать. Вообще нормальные атеисты, они не доказывают отсутствие Бога. Это религиозные люди, верующие, должны доказывать присутствие Бога. Если они этого доказывать не хотят, им хватает, что они просто верят. Ну все, пусть тихомирно верят, но не лезут как бы к другим, кто не верит. А я атеист, я не должен кому-то что-то доказывать. Я просто вижу, что доказательств нет. Как известно, ну это опять же не мои слова, концепция Бога, она избыточна. И без нее и так все работает. Зачем еще вводить лишнюю сущность? Но тем не менее, ведь наука многое пока еще не в состоянии объяснить, и тогда включаются религии, и тогда какие-то философские, может быть, интерпретации того, откуда мы появились. И Бозон Хиггса ведь называют частицей Бога, и в этом тоже есть такое некое... Это некая образность на самом деле, и если мы что-то не знаем, это не значит, что надо ударяться в мистицизм, мистику, религию, и там всякие опять же пляски с бубнами. Это значит, что мы пока еще не знаем. Я вот пока не знаю, будет у меня завтра какие-нибудь занятия, допустим, да, или не будет, вдруг вот сегодня возьмутся и отменятся. Но это не значит, что я вот это должен уверовать. Я должен проверить, там позвонить кому надо, и узнать, будут занятия или не будут. Вот, допустим, на ИСФАКе, да, в среду не проверили, там во вторник. Их не было. Но я не должен был верить и там, не знаю, вознести к Валу Всевышнему за то, что отменились эти занятия, или наоборот, что они там состоялись. Ну вот, все проверяемо. Если мы что-то сейчас не знаем, мы можем это узнать. Ну а если есть какие-то настолько сложные вещи, что наши мозги не способны это осознать, ну такого мы уровня, значит, мы можем прокачать свои мозги, ну какой-нибудь там генной инженерии отрастить и еще там 5 килограмм, да, или изобрести искусственный интеллект, и он поймет и нам объяснит попроще. То есть, одно не исключает второго. То есть, если мы что-то не знаем, это значит, что мы не можем, в принципе, узнать и не узнаем никогда. И это не доказательство присутствия чего-то другого. Это доказательство, что просто мы еще не дошли до этого момента. Можно ли религию назвать тормозящим механизмом научно-технического прогресса, потому что вы сказали о том, что религия, ну, по крайней мере, на территории России, можем говорить о православии, становится все более такой экспансией религиозных каких-то учений, она осуществляется. И это своего рода такая, может быть, даже, можно интерпретировать как защитный механизм. Вот есть научно-технический прогресс, до чего мы дойдем, мы не знаем. И религия притормаживает эти процессы для того, чтобы что-то сохранить в таком, ну, может быть, в том виде, в котором есть. Можно ли так это рассматривать? Ну, в настоящий момент религия, конечно, тормозит. То есть, обычно такой есть аргумент религиозных всяких товарищей, что, дескать, наука вся выросла из религии. Когда-то, в средние века, да, все были религиозные, там, все что угодно выросло из религии, потому что все поголовно были религиозные по определению. А если кто-то был нерелигиозный, его тащили на костер, или топили в речке, или еще что-нибудь нехорошее с ним делали. Ну вот. Но в настоящее время, когда у нас общество стало на порядок сложнее, чем оно было тогда, и жизнь сложнее, и технологии сложнее, и ракеты все-таки должны летать в силу законов физики, а не в силу того, что на них кисточка с водичкой помахали, вот религия становится уже тормозящей. Опять же говорю, процент, вопрос процента, то есть, статистики. Если огромный процент населения становится религиозной, и начинает вести себя неадекватно окружающей действительности, ну, просто тогда это общество проигрывает конкурентную гонку, и соседние выигрывают, а соседи всегда найдутся, и они, естественно, захотят тоже эти ресурсы, эти земли, которые освободятся вот этими религиозными персонажами. Но это, кстати говоря, есть обычно тоже свое возражение, что, дескать, в религиозных странах рождаемость выше, и численность там растет со страшной силой, а в нерелигиозных там падает. Но в религиозных странах в настоящее время эта численность растет за счет достижений нерелигиозных стран. То есть ученые в развитых странах изобретают прививки, вакцины, новые всякие сорта растений там, сельскохозяйственных, да, технологии, машины, комбайны, там тракторы, всякое, пятое-десятое, спутники запускают, чтобы там погоду угадывать, а нерелигиозные, нерелигиозные все это изобретают, а религиозные этим всем пользуются, в этом совершенно не разбираясь, и со страшной силой упадятся. Но, как бы, долго ли это продлится, и насколько системы прочности хватит? У нас звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Павел меня зовут. Я слушаю вас. Я вообще сам человек верующий, но не религиозный, то есть я верю в Бога как в силу добра и любви. Вопрос у меня следующий к вашему гостю. А как можно доказать любовь, например? Я могу сказать, что я кого-то люблю, например, да? Но я не могу, но мне в голову уже никто не заберется, я же могу соврать. Разве можно что-то доказать, такие вещи, как любовь, доброта, дружба? Такой вопрос. Спасибо. Да, спасибо. С научной точки зрения. Ну, это не ко мне вопрос, скорее, к философам или психологам. Вообще, чисто биологически доказать на самом деле можно. То есть можно замерить уровень эндорфинов, окситоцина и еще чего-нибудь такого. И более того, такие эксперименты есть. То есть проводились исследования, допустим, влюбленных людей. Да, вот они когда влюбленные, когда они не влюбленные, как у них биохимия меняется и какие-нибудь там потенциалы в мозгах, в определенных там зонах мозга. Это все замеряемо. То есть можно это сделать. Вот. Как доказать любовь к Богу, я не очень уверен, честно говоря, потому что это некая абстракция все-таки. Но можно. Я не уверен, что кто-то заморачивался и пытался это сделать технически, но любовь к другому человеку точно проверяется. Это можно замерить. То есть это химия, биохимия? Потому что наши все вот эти вещи, да, добрость, злобность, любовь и всякие и прочее, это свойства нашего мозга. А мозг это материальный объект. Там есть нейроны, там есть электрические потенциалы, есть нейромедиаторы, всякие там гормоны, еще что-нибудь такое. И все это вполне замеряемо и это активно изучается. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Антропологи, которые становятся философами, ну, или увлекаются философией, это, как это вообще все соседствует? Как вы к этому относитесь? Ну, есть такие, да, вот, допустим, Яков Яковлевич Рогинский, который многие годы был заведующей кафедрой нашей антропологии, он же был философ. Александр Александрович Зубов, допустим, тоже самое было, антрополог и философ. Ну, это не обязательно, то есть я, например, себя философом не считаю, хотя, кстати, родители мои философы по образованию и по работе. Но, в принципе, в настоящее время, ну, как-то философия на развитие антропологии как науки не особо влияет, прям скажем. Ну, я вот, будучи антропологом, наблюдая вокруг других антропологов, не вижу, чтобы философия как-то на них бы влияла. Вот, так что, ну, поскольку антропологу приходится все время рассуждать и думать о человеке, в каком-то смысле, конечно, любой антрополог-философ, но это и про любого другого человека может сказать не обязательно про антрополога. Вот про человека я слышал такой вопрос, который одни, в общем, считают банальным, другие, наоборот, считают оригинальным, а человек – это результат или процесс? Вот как вы считаете? Ну, это такой вот философский вопрос, на самом деле. То есть, человек – это результат эволюционного процесса на данный момент, но он же и процесс, потому что, надеюсь, у нас будет будущее. Если будущее есть, наше нынешнее состояние – это процесс, переходный от прошлого к будущему. Но мы можем прогнозировать развитие человека, учитывая, что мы знаем, что Солнце погаснет, и Земле тоже придёт конец. В какой-то момент, соответственно, это произойдёт не скоро, как говорят синоптики, хотел добавить, но, тем не менее, концовка нашей, вот этой, по крайней мере, жизни, она очевидна. Ну, на самом деле, как? Есть такая концепция, опять же, философская, что в этом и предназначение человечества, чтобы преодолеть вот эти астрономические невзгоды, да, там, потухание Солнца, какую-нибудь энтропию, там, нарастающую, ещё что-нибудь такое, и, допустим, создать новую Вселенную, и туда переселиться через какую-нибудь там кротовую нору. Астрономы над этим уже подумали. Но, тем не менее, на ваш взгляд, насколько мы всё-таки можем измениться? То есть, мы... Мы меняемся, непрерывно, и каждая индивидуальная, ну, это, как бы, к эволюции мало отношений имеет, и эволюционная, но это просто видно, если мы сравним, ну, у нас кости в основном есть в ископаемом виде, да, кости людей разных эпох, древних, современных, мы видим, что люди меняются, и нет сомнений, что будут меняться дальше, что мутации никто не отменял, рекомбинации присутствуют, выживают не все, вопрос, в какую сторону он идёт, но он однозначно есть, так что мы меняемся, эволюция будет. Но на каком этапе развития, на каком этапе эволюции сейчас находится человек? Ну, сейчас на конечном, потому что мы находимся в современности, и будущего пока мест нет. Но, на самом деле, сейчас очень интересный момент, вот прям в данный конкретный момент, да, сейчас, потому что нынче человек достиг такого уровня, когда он может сам себя менять, то есть, у нас есть генная инженерия, биотехнология, и мы можем свою эволюцию устроить своими руками, такого ещё не было в природе никогда. То есть, до этого животные, растения, там всякие другие живые существа эволюционировали, как попало. То есть, какие условия вокруг есть, к ним приспосабливаются. А мы теперь и условия можем менять, и можем залезть просто в ДНК и поменять. Вот китайцы недавно уже такое сделали. Так что, это нет сомнений, будет продолжаться. Но, тем не менее, если говорить о человеке, как единственном существе на планете, которое осознаёт свою смертность, потому что у нас есть разум, есть сознание, и есть, мы знаем, что мы умрём, соответственно, для чего, на ваш взгляд, это нужно человеку? Это является неким эволюционным процессом? Это понимание, которое у нас есть? Понимание, оно есть просто само по себе, оно не для чего-то. Тут какого-то там суперглубокого смысла не имеется. Наше понимание, наше сознание возникло вообще сугубо и только для того, чтобы охотиться и там собирать какую-то еду в Саванне, в Африке, там полмиллиона, скажем, или там миллион лет назад. Для этого наши мозги, собственно, возникли, потому что они возникли не для того, чтобы рассуждать о богах, о науке, высчитывать там траектории к другим звёздам. Вот, наши мозги и наше сознание возникло для вполне функциональных, простых целей выжить и расплодиться дальше. А мы теперь этот свой дар, можно сказать, эволюционный, да, такую фишечку используем, в общем-то, не совсем по назначению. Но поскольку мы росли в очень нестабильных условиях, ну, эволюционные, я имею в виду, то у нас мозг сделан так, что может решать, в общем-то, почти любую проблему, ну, с ограничениями, но почти. И поэтому мы можем, да, и пофилософствовать, и там, ещё что-то такое поделать. Просто у нас мозг не, в мозге нет закодированных программ. Мы каждый раз его строим заново. ребёнок родился, да, у него там белый лист, можно сказать. То есть, какие-то предпосылки и там предрасположенности есть, вот, но в принципе информации там почти нет никакой. Ну, там парочка рефлексов, там ни о чём. А то, что мы запихаем, то есть запихаем, как разовьём человек, так и разовьём. И дальше мыслить можно о чём угодно, да. Но эволюционный, скажем, смысл того, что у нас есть мозг, который работает именно таким образом, в этом был некий эволюционный смысл? Или это побочный эффект того, что человек, кроме того, чтобы выжить, вдруг начал задумываться о каких-то совершенно других вещах. Вот последнее, это побочный эффект. То есть, наш мозг, я говорю, возник для того, чтобы просто выживать в нестабильных условиях меняющегося климата, африканской саванны, там, два миллиона лет назад, миллион лет назад, полмиллиона лет назад. А дальше мы уже используем его, в общем, как попало. Говоря о смертности, о возможности выживать, есть ли на планете бессмертные животные? О медузах писали такое. Да, конечно. Да, господи, почему медузы? Какая-нибудь амеба банальная, любая там инфузория, любое одноклеточное существо, оно бессмертное, потому что деление клетки, это не смерть клетки, а они делятся просто пополам и до бесконечности. Вот она как там в Декембре начала делиться и до сих пор это тот же самый индивид вечный, который в большом количестве, причем живет, ну, то есть, это как бы уже два индивида, но это производно от одного. Там, в одноклеточном мире понятия индивидуальности, они очень такие смутные. Так что да, полным-полно. Мы смерть изобрели, это уже многоклеточное животное, когда вот надо было проблему организации многих клеток решать. А так, изначально жизнь возникла как бессмертное явление. Смерть для чего нам нужна? Смерть нужна для обновления, потому что условия меняются, и наше нынешнее состояние, оно адекватно, строго говоря, вчерашнему дню, а завтрашний день будет другой. Ну, я так, конечно, образно, опять же, не по суткам это рассуждаю. И для того, чтобы следующее поколение оказались адекватны новым условиям, нужны новые мутации и рекомбинации. А, соответственно, предыдущее поколение, оно неадекватно, оно помирает. Но, строго говоря, мы-то тоже вообще-то бессмертны, потому что у нас есть половые клетки, которые идут в следующее поколение, и это, собственно, мы же и есть. Так-то. То есть, сознание не бессмертно, сознание, да, смертно, а клетки-то бессмертны, потенциально, по крайней мере. То есть, человек, имея способность размножаться, также бессмертен. Ну да, естественно. Сейчас мы прервёмся. Да, небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Антрополог Станислав Дробышевский с нами на прямой связи. И вы оставайтесь с нами, будем принимать ваши звонки во второй части. Продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студию работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И с нами на прямой связи по скайпу кандидат биологических наук, антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте ещё раз. Здравствуйте ещё раз. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также можете писать нам по WhatsApp 230-6191. Задавайте свои вопросы. Хочу спросить вас о чувстве справедливости, которое заложено в нас. Вот на примере опыта Франца Деваля, который давал шампансов, то виноград, то огурец. И шампанзе отказывались работать после того, как партнёр получал лучшую награду за ту же самую работу. Вот откуда это чувство справедливости? Или нет справедливости? Там были, строго говоря, не шампанзе, а капуцины. Да. Это даже интереснее, потому что шампанзе – это почти мы, а капуцины, они от нас довольно сильно отличаются, это всё-таки такие маленькие обезьянки. Но чувство справедливости, оно важно и актуально при жизни сообществом. А приматы, ну, с очень, по крайней мере, передавних времён, то есть сейчас там, с лемуровских каких-то, да, там, 50-60 миллионов лет назад уже были высокосоциальны. И когда есть много индивидов, каждый со своими приколами, интересами, способностями, возможностями, то хорошо бы это урегулировать каким-то образом. Возникают сложные, хитрые настройки, ну, в числе них, вот чувство справедливости, чтобы всем было хорошо, чтобы кто-то не перевесил, потому что если кто-то перевесит, генетическое разнообразие понизится, и в следующем поколении все помрут. То есть человеческое ощущение справедливости, оно идентично ощущению других приматов? Конечно. И чувство социальной несправедливости тоже, например? Естественно, конечно. Но мы есть приматы, всё, что есть в нас, уже есть, ну, у шимпанзета подавно, да, там даже у макак, всяких капуцинов, тоже имеется вопрос в количестве. То есть качественный человек очень мало вообще отличается от других приматов. А количественно, да, у нас что-то посильнее выражено, что-то послабее. Насколько справедливо с точки зрения эволюции, если, конечно, можно говорить о справедливости эволюции, что человек стал хозяином планеты, стал главным существом, который определяет, как всем жить? Насколько это всё-таки природой было заложено изначально? Ну, природа вообще ничего не залагала изначально, то есть оно само так получилось, но мы действительно суперуспешный вид, потому что успешность вида определяется численностью, плодовитостью и географическим расселением, ну и возможностью заселять новые среды. По всем этим параметрам человек бьёт рекорды. То есть мы ещё пока глубоководные всякие океаны не заселили, но уже в космос лезем вполне успешно. Так что да, мы суперуспешны. Другая проблема, что практика палеонтологическая показывает, ну и такая экологическая, что вслед за гигантским всплеском численности всегда следует такой же гигантский обрыв всех этих показателей. А мы сейчас на пике. То есть что будет дальше, вот что-то иногда страшно становится, то есть по всем экологическим параметрам у нас должно произойти вымирание страшнейшее. Не хотелось бы. Но тяга к экспансии, вот как раз вы упомянули космос, желание залезть туда, где мы ещё не были, вот эта экспансия, она тоже является некой такой эволюционной, тяга к расширению и захвату территорию. Ну другое дело, что она не обязательно должна быть. И более того, генетики даже нашли последовательности генов, ну там ни один, ни два, понятно, но тем не менее, которые способствуют этому. И чудесным образом, например, у охотников-собирателей, ну бушменов, например, в Южной Африке, которые всё время таскаются по Кавахаре какому-нибудь, у них определённые аллели с большой частотой встречаются, ну и там просто копии много этого гена. А скажем, у китайцев, которые уже, ну как минимум, 7 тысяч лет сидят в неолите, то есть с производящим хозяйством на одной грядке и там какой-нибудь рис выращивают, у них другие аллели и с гораздо меньшей частотой, ну просто количество самих этих копий меньше в геноме. То есть разные люди друг от друга по этой неустидчивости или шилу в определённом месте отличаются. Не все улетают на Луну, там Марс куда-то, на МКС хотя бы. Кто-то всё-таки продолжает сидеть у себя в родной деревне, а кто-то экспансирует. И вообще, надо сказать, человек не рекордсмен в плане экспансии. Есть какие-нибудь там странствующие альбатросы, которые вокруг планеты вот так вот летают беспосадочно, или там какие-нибудь киты, которые по всей планете мотаются. У людей всё-таки чаще поведение более сидячее, потому что люди возникли в лесу, там особо далеко не убежишь, и у человека даже сам скелет, мускулатура, они не приспособлены для далёких перемещений, как это ни странно. Но мы это преодолели, у нас есть разум, у нас есть технология, научились ходить, в конце концов, более-менее нормально. И пошли, но не спеша, правда. У нас звонок есть, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Вот говорят, человек успешный вид, там пережил многих этих зверей. А вот я читала рассказ, там один человек должен был пройти по дикому лесу, ему старичок дал обезьяну и сказал, вот что обезьяна будет есть, и где она будет ночевать, ты следуй по её принципу. То есть получается так, что если человек голый, босый, попадёт в дикую природу, он вряд ли выживет. Значит, не такое, что он и успешный. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ну, это какая-то там байка, притча, что-то такое. То есть действительно, допустим, южноамериканские индейцы так на практике делают. Когда они хотят узнать какой-нибудь плод незнакомый, съедобный или ядовитый, смотрят, обезьяны кусали или не кусали, ну, значит, можно. Но это не значит, что человек такой беспомощный. Был бы человек такой беспомощный, он бы всех этих обезьян в Красную книгу уже не занёс. То есть мы очень успешны. Человеку просто свойственно себя принижать. Что мы такие несчастные, без обезьяны не разберёмся, как через лес пройти. Обезьяны сидят в этом лесу и оттуда не высовываются. А люди к этому лесу дошли, через лес прошли, вырубили его по пути ещё и ушли дальше. То есть на самом деле с людьми всё хорошо. Не надо говорить, что мы такие прямо убогие. Это люди, которые всю жизнь сидят в одной квартире, допустим, и на лавочке рядом, и не знают, как себя вести в лесу, в поле, там где-то ещё. Они могут страдать. Посмотрите, есть полным-полно нормального народа, которые живут в природе или хотя бы знают, как это делать, разводят огонь голыми руками, делают орудия вообще из ничего, прекрасно себя чувствуют. То есть у человека есть мозг, это самое главное. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаемся. Добрый день. Да, Александр. Да, Александр, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к антропологическому устройству общества? В частности, меня интересует Россия. На мой взгляд, этот сценарий как раз сейчас реализуется. Вам не кажется? Спасибо. Спасибо. Какой сценарий, не уточнил наш радиослушатель? В смысле, какой сценарий сейчас реализуется? По-моему, в самой России все в задумчивости, какой у нас вообще сценарий реализуется. Я вот, честно говоря, не уверен. И более того, меня в данный конкретный момент все, в общем-то, устраивает. То есть, я вижу, что общество не идеально. Много всяких косяков, несправедливости, корявости и так далее. Но даже это не только про Россию, а по большому счету про весь такой, ну, можно сказать, западный мир. Мы сейчас живем в раю. Еда есть, тепло есть, все есть. Что еще надо-то? То есть, есть, конечно, люди, которым не повезло, но медицина у нас на взлете. То есть, такие болезни лечатся, которых раньше название не знали, просто умирали или не доживали даже до этих болезней. Живем в среднем до 60, 70, 80 лет. Кто, когда вообще столько жил. Сделали инфраструктуру, дороги, водопровод, вода из крана течет. Что еще надо-то? Вопрос, куда это все дальше пойдет и насколько прочности, опять же, хватит этой системы. Но в настоящее время мы живем в раю. А какая такая система, тем более антропологическая, это как бы вопрос. Ну, был коммунизм, было понятно, да, сейчас некий непонятный капитализм, но тоже какой-то кривоватый. И, слава богу, что хотя бы не классический. Но древние люди, они ведь жили до 30 лет в среднем, то есть, и потом умирали уже в глубокой старости. А современный человек, как вы сказали, живет, ну, в среднем, до 70, 80, может, даже и до 90 лет, если повезет. Вот это вмешательство в естественный отбор, как может отразиться в дальнейшем на нас? Ну, может отразиться во всякие стороны, на самом деле. Другое дело, что то, что люди живут дольше, это, в общем, в целом-то хорошо. Потому что люди пожилого возраста, они носители информации, они много всего знают. Есть даже такая концепция грандмазеринг, там, бабушкизация, можно сказать. Это такая видовая специфика человека, возникшая еще аж 2 миллиона лет назад. То есть, пожилые люди, в большом количестве, когда имеются, они где-то могут, конечно, прогресс немножко притормозить, а может быть, слава богу, но в целом, они носители полезной информации. Это хорошо, но они же не плодятся, все равно какая разница. То есть, плодятся люди все равно до 40, в среднем. А дальше, ну, и живут, если ресурсов хватает, да и ради бога, как бы, чего бы им не жить. Еще у нас звонок, да, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Открепите, пожалуйста, если вернуться к началу передачи, слова у нас и не десить, о том, что кому-то там что-то приснилось. Как вы считаете, если бы вдруг господин Дарвин появился бы на этом свете, ему было бы за что перед нами нынешними извиняться? Или нет? Спасибо. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, извиняться уж точно было бы не, ну, ее оба носили на ручках. То есть, есть люди не очень адекватные, которым снится что-то, да, и которые там интерпретируют свои какие-то фантазии, а есть другие люди, которые бы, если бы Дарвин, не знаю, чудом там возродился, дожил до современности, ну, у него там, ему памятники стоят, его портрет в учебниках, что еще надо-то, все бы ему говорили спасибо. То есть, понятно, что наука с этого времени, там, за 150 лет шагнула далеко вперед, теория развилась очень сильно, и в принципе сейчас нынешняя теория эволюции это уже не дарвинизм, строго говоря, а дарвинизм это ее только часть, но как бы сам Дарвин молодец, как сейчас говорят, красавчик, ничего еще надо, но так что ему бы стыдно не было извиняться не за что, все у него хорошо. Вы говорили о концепции мистического мышления в религиозном контексте, но если говорить, опять же, о мистическом мышлении, возможно, с чем связана популярность лженаук сегодня? Ну, потому что людям всегда хочется чего-то такого-этакого, а знание требует некоторых усилий, и сочетание одного с другим дает лженауку, потому что изучать реальность, это бывает занудно, а у многих людей школой это желание немножко, как бы, подубито, и, ну, надо вникать в реальность, да, там, какие-то, смотреть циферки, взаимосвязи, они бывают очень сложные, там, все не так просто, а лжеученые дают простой наглядный рецепт, это так, потому что там рептилоиды, инопланетяне, снежный человек, вахтнеское чудовище, там, что-то еще, вот, и, как правило, лжеученые дают тот рецепт, который нравится, ну, с самого начала, как бы, исходно, да, если человеку хочется верить во что-то, он всегда найдет для себя подходящего уже ученого, который ему будет бальзам лить на душу, вот, и поскольку выживаемость конкретного человека, его успешность от его научности в настоящее время не особо-то зависит, то есть у нас нет отбора, да, что человек там научно мыслит, он выжил и расплодился, ненаучно, все, помер, такого у нас нет, выживают все, ну, и раз не зависит, то кто во что гораз, начинается разнообразие, вот, но вопрос, в третий раз повторяю, то есть насколько системы хватит прочности, да, то есть вот, пока у нас работает вся система, вся цивилизация за счет людей с научным мировоззрением, за счет чего у нас есть опять же еда, вода, там все прочее, вот, но если процент зашкалит неадекватов, то все это кончится, хотя человечество это не вымрет, в принципе, в режиме в таком шаманском можно существовать тысячи лет, сколько угодно. Ну, до простого к сложному вы сказали, как формируется интеллект, ученые спорят об этом, от родителей, или может быть он передается таким образом, можно ли его унаследовать интеллект? Наследуется однозначно, то есть, как интеллект, это свойство нашего мозга, да, это, ну, некие функции нейронов, количество нейронов, синдепсов, нейромедиаторов, всего прочего, и все это наследуется, так, сейчас, но, есть, понятно, как всегда бывает, врожденное, а есть приобретенное, одно другого не исключает ни разу, то есть, наша генетика дает потенциальную возможность, а окружающая среда дает реальную реализацию, и без врожденной способности реализации не будет никогда, но если есть врожденная способность, но нет условий, то, опять же, ничего не реализуется, должно совпасть одно с другим, так все и работает, то есть, есть люди, у которых мозг, допустим, там, недоразвит с рождения, да, генетическая мутация, там, микроцефалия, и как его не учи, он, как бы, умным не будет, у него микроцефалия, у него мозг 300 грамм, допустим, да, это патология, есть люди, которые потенциально очень развитые, но в неправильных условиях, дети Маугли, например, да, так, гены у них хорошие, но их держали с детства в каком-то там сарае на привязи, и опять же, интеллект у них не развивается, вот, а есть люди, у которых одно с другим совпадает, и там, ну, смотря на сочетание, все получается хорошо, в настоящее время это все изучается, и вот эти гены предрасположенности там к чему-либо, они пытаются, ну, выявлять, ученые, и очень более-менее успешно. Ну, почему у других? всегда надо помнить, что нет ничего предначертанного, что только так и только 100%, предначертанное только если вот патология, да, анонцефал, у него мозга нет, ну, как бы он не будет, а если человек уже взрослый, уже живет, и что-то у него там мозги какие-то есть, развиваться дальше. У нас еще есть звонок, да, слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. У меня такой вопрос к вашему визавиле гостю. Человек от обезьяны или от рыбы произошел? Потому что мне в институте преподаватель говорил, человек от рыбы произошел. Да, спасибо. Да. Ну, на самом-то деле одно другого ни разу не исключает, просто дело во времени. Если мы возьмем какой-нибудь там ордовик, да, время там сколько, ордовик 500 миллионов, ну, я сейчас могу путать, ну, что-то типа того, миллионов лет назад, там наши предки были рыбами, да, и вначале, ну, все ури, они были рыбами, и вначале Дивона, они были рыбами, потом они вылезли на сушу, всякие там эти, их тястеги присловут, эти кталики, да, стали амфибиями, потом стали зверообразными рептилиями, потом стали первыми млекопитающими, самыми такими примитивными, потом продвинутыми, потом, собственно, приматами, обезьянами, и людьми, но только обезьяны, это уже время, ну, там, 40 миллионов лет назад, и ближе к нам, то есть, просто вопрос, о каком этапе временном мы говорим, мы когда-то и археями были, то есть, это что-то такое а-ля бактерии, ну, только это там миллиард лет назад, скажем, было, это даже и раньше. А с вирусами история, все-таки, для чего они появились, и для чего они нужны? Ну, я не специалист в эволюции вирусов, прямо скажем, но в настоящее время есть куча гипотез, никто не знает, если честно, проблема в том, что палеонтологических свидетельств нету никаких, вирусы не окаменевают, и есть куча версий, и не исключено, что разные вирусы возникли не одинаково, но по большому счету, это как бы глюк, ошибка, ну, как любой паразит, тем более не очень-то и живой, это просто, ну, еще один вариант существования материи, почему бы и не так? То есть, природа что-то делает бессмысленным? То есть, есть факт, Природа вообще ничего не делает, природа это не тетка, которая... Ну, мы наделяем, конечно, природу, да, и отбор это не мужик с дубиной, который кого-то там убивает, а кого-то там благостно отпускает, ну, просто есть статистика выживания, вот эти молекулы в большом количестве размножились, а эти в небольшом, и в сложности этих молекул, да, если это вирус, там попроще, все, у нас сильно сложнее, но смысл какого-то там супер глубинного, это мы придумываем, мы теперь у нас имеем мозг, и мы можем придумать смысл, это наша привилегия, это наша фишечка. Вот говоря об интеллекте, все-таки, почему у животных не развивается интеллект, интеллектуальные способности так, как у людей это происходит? Потому что это наша специфика, также мы можем спрашивать, а почему у человека не развивается шея, как у жирафа? Ну, потому что вот у жирафа она развилась, потому что предки жирафов жили в таких условиях, где это было адекватно и давало наибольшие шансы на выживание, и наибольшее размножение. А наши предки жили, ну, в общем, примерно в своей же саванне, но они исходно были другие. Если даже есть еще история, палеонтологическая, наши предки были не предками жирафов, ну, по крайней мере, такого-то момента, вернее, после какого-то момента, и мы пошли своим путем у каждого живого вида свой эволюционный путь, каждый приспосабливался по-своему. У тушканчика длинные ноги, чтобы прыгать, да, у слона хобот, у жирафа шея, у нас интеллект, а какие-нибудь дельфины в воде плавают, а кто-то там еще, там летучие мыши летают, и у них эволюция развилась. Сделать какую-то фишечку, чтобы свои гинокопии увеличить в численности, это как бы вот, ну, можно сказать, смысл эволюции в этом и заключается. Кто не преуспел, тот вымер, все на этом заканчивается, и они у нас на полочке в палеонатологическом музее лежат. А наша фишка интеллект, это не значит, что это вершина, что к этому кто-то стремится, что это должно быть, к чему-то нас обязывает, это наша видовая специфика, ну, надо радоваться, что наша, а не что-то еще. Но у человека ведь в сознании заложена тяга к разрушению и убийству, в первую очередь, своего вида, то есть мы создаем оружие, которое направлено на уничтожение себе подобных, то есть это... Нет, мы создаем, но, во-первых, любой живой вид существ уничтожает среду своего обитания и конкурентов. А поскольку люди живут все-таки не видом, а живут там семьями, городами, государствами, да, то одни люди, да, могут других людей воспринимать как конкурентов, и тогда они их убивают, засвобождая для себя место под солнышком. Вот. Ну, а еще более интеллектуальные люди, которые стараются сделать все то же самое, только без убивания, и там, ввести ограничения на вооружение, там, договоры всякие международные заключают. И в целом, история человечества идет таким образом, что воин становится меньше. То есть, шансы быть убитым у какого-нибудь популаста на Новой Гвинеи, если это мужчина, практически 100%. почти гарантированно его кто-то в итоге убьет в течение его, там, 40 лет жизни. А в цивилизованных странах все-таки вероятность убийства, или там, быть убитым на войне, да, она, ну, не то, что нулевая, но стремится к нулю катастрофически. Так что, в принципе, у нас есть прогресс, и в нас ничего такого не заложено. То есть, мы просто, да, конкурируем, ну, как и любые живые существа, так это кто угодно. Павианы те же самые, да. Основная причина смертности самцов-павианов это убийство со стороны других павианов. Да, еще звонок у нас. Да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Роберт. Да, Роберт, слушаем вас. И вопрос такой, вот, ваш собеседник говорил, что для интеллекта нужны в том числе и генетические предрасположенности и среда. А вот насколько с точки зрения антропологии различаются вот эти генетические способности у разных рас, к интеллекту. В последнее время много информации просто об этом, что скажем там, африканские расы, они менее способны вот, ну, к такой прогностической интеллектуальной деятельности. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Слушаем. Да, такой животрепещущий вопрос. Сейчас 19 века его поднимали. Ну, и как обычно, есть те, кто считает, что там различия какие-то кардинальные есть, что различий нет вообще. Вообще, поскольку мозг, да, интеллект наследуются в какой-то хотя бы степени, то какие-то различия популяционные наверняка есть. То есть, грубо говоря, можно найти деревню дураков и деревню гениев, но это не значит, что все представители расы будут такими. То есть, если мы берем, допустим, европеоидов, да, то наличие деревни дураков где-нибудь в Европе не значит, что все европеоиды дураки. А поскольку генов очень много, они очень изменчивые, ну, которые интеллектом занимаются, и индивидуальная изменчивость запредельная совершенно, то выявить общие закономерности для рас, которые населяют целые континенты, до сих пор никому на практике не удалось. И просто изменчивость слишком велика. Расовый диагностический признак, он должен быть не слишком однообразный, ну, допустим, количество голов, да, у всех одна голова, и как раз его диагностически использовать невозможно. Но и не может быть слишком изменчивой, потому что, если интеллект, он слишком большой, даже в пределах одной маленькой группы, ну, у меня там студентов, допустим, в какой-нибудь группе 20 человек, есть бестолочи, есть очень умные, и при этом все одной расы могут быть запросто. И тогда как мы этот признак будем использовать как раз его диагностически, где средняя величина, и как ее вообще измерять, у нас нету единицы измерения. И все адекватные способы измерения интеллекта, которые пытались проводить, адекватных, строго говоря, особо-то и нет, показывают, что при прочих равных, если мы пытаемся вести какой-то один способ, различия между расами никто не нашел. У нас еще есть звонок, да, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Олег. Да, слушаем вас, Олег. Вот ваш гость сказал про то, что сознание смертно, а как это можно доказать? Все же надо доказывать, если... Это же важно, если нет сознания, как бы овощи уже, да? А доказать это можно только умерев, воскреснуть и рассказать, есть оно или нет. То есть, вот теорию, которую человек выдвигает, это очень подходит. Раз умер, значит, нет сознания. Ну, доказать же невозможно, что с сознанием после смерти тела. Ну, никто не знает. Можно верить, можно не верить, но вот эта теория вашего гостя, это, в принципе, такая же вера, как и религиозная вера. Да, спасибо вам. Ну, не совсем это вера, потому что у нас есть способы измерения, и мы сознание можем измерять. У нас есть, допустим, томография мозга, мы можем замерить концентрацию, там, какого-нибудь оксигемоглобина в сосудах, да, в мозгах, активность нейронов отдельных, или всех вместе взятых, снять электроэнцефалограмму, сделать там, опять же, томографию, еще что-нибудь такое. И мы сознание можем просто визуализировать, наблюдать, замерить, там, в каких-то потенциалах все это сделать. И мы можем посмотреть, живой человек или уже неживой. Берем труп, да, измеряем, у него активность мозга на нуле, ну, нет сознания. А что еще такое сознание? Как вы его еще можете определить? То есть, у нас есть методы измерения, мы ими пользуемся, и видим, что смерть мозга означает, ну, собственно, она так и определяется, это синонимы, по сути дела, да, отсутствие активности мозга. Все, сознание было, сознание исчезло, и все проявления этого сознания тоже исчезли. То есть, когда у человека сознание есть, общение с другими людьми, какие-то пожелания, еще что-то такое. А если у нас эта активность в мозге пропала, человек не шевелится, ничего не хочет, не говорит, не общается, ну, все, сознания нет. Еще звонок у нас, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Хотел бы поблагодарить вас за передачу. Жаркий день, скамейка, чистые пруды, все очень похоже так, человек все так объяснил. У меня вопрос к нему. Как он считает, все выстраивается вокруг великого порядка, абсолютного порядка, или великого хаоса? Вот на его мнение. И кто это устроил вообще? Спасибо. Булгаковский. Ну, это вопрос не к антропологу, а к астрономам. Всем известно, ну, как всем, есть концепция, да, большого взрыва. И в настоящее время, ну, насколько вот мне астрономы лично говорили, в настоящее время известна история мироздания с первых каких-то там чуть ли не долей секунды после большого взрыва. На более ранних стадиях мы не знаем. У нас нету пока такой физики. Это не значит, что это непознаваемо. Это значит, что у нас еще просто мозги не доросли, потому что этим занимаются там сто лет всего-навсего на самом деле. А до этого в бубны били. И поэтому мы сейчас не знаем. Ну, знаем. И вначале был некий хаос, но потом он сам упорядочивался. Ну, посмотрите про реликтовое излучение, там все такие вещи. Я в этом не специалист в космологии, но исходно был хаос, но он сам организовался. И мы примеры такой самоорганизации спонтанной можем наблюдать. Банально там при заморозках, да, на стеклах появляются красивые узоры. Вот был хаос, были молекулы воды, которые болтались где-то в воздухе, да, хаотично, и на стекле не было ничего. Нарисовался красивый, закономерный узор или снежинка. Таких примеров полным-полно. То есть природа, она может самоорганизовываться. Ну, мы один из вариантов такой самоорганизации, причем такой запредельно хитро-сложный. В фейсбуке Дмитрий задает вам вопрос, спрашивает, когда и куда в следующую экспедицию? Ну, следующая такая научная экспедиция будет в июле в Бирючью Балку. Это на югах России, в степях, стрелецкая культура. Куда поеду? Ну, и также спрашивают, когда в следующий раз в Ригу с лекцией приедете? Приеду. У меня в планах есть, но памяти не держу, честно говоря. в конце января, однако же. Вот. В конце января числа точно не скажу, потому что память дырявая, но приеду, уже запланировано. Ну что ж, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Андрополог Станислав Дробышевский был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...